Здравствуйте, я от всего сердца приветствую вас на нашем сегодняшнем богослужении. Иногда мы не понимаем путей, которыми нас ведет Бог, но мы всегда можем быть уверены в том, что Он приведет нас именно туда, куда нам нужно. В сегодняшней нашей проповеди мы услышим, как подобное произошло с апостолом Павлом, и в результате он сам это понял. Поскольку он стал постоянно проповедовать своим соотечественникам иудеям о том, что Иисус — это Спаситель, они в результате решили Его убить. Только благодаря римлянам Ему удалось спастись. Они увели Павла и поместили Его в свою крепость. Как же Он мог в таком положении продолжить то, к чему Его призвали, говорить об Иисусе, об этом прямо сейчас? Здравствуйте, дорогие прихожане! Я приветствую вас! Сегодня мы продолжим изучать «Деяния святых апостолов». «Деяния святых апостолов» — это книга Библии, рассказывающая нам о самом начале христианской веры и о том, как эта вера распространилась в те времена по Израилю, а затем и по Малой Азии, на территории современной Турции и дошла до самой Греции, то есть заполнила собой всю Римскую империю, и тем, к чьей помощи особо прибегал при этом Бог, был Павел, которого раньше звали Савлом. Однажды он познал Господа, и в итоге он сделал его зачинателем, верой и благой вестем. На прошлых наших программах мы обсудили, опираясь на Библию, каким именно был его путь, каким было его поражение и какой была его борьба. Сегодня мы с вами обратимся к 23 и 24 главам Деяний, и давайте сейчас встанем и прочитаем наш сегодняшний отрывок из Деяний святых апостолов. Напоминаю, мы продолжаем изучать эту замечательную книгу. Итак, это 24 глава, стихи 14 и 15. Сегодня мы начнем именно с этих стихов. В этом отрывке Павел предстал перед прокуратором Феликсом. И вот что он сказал ему. «Но в том, признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу, отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках, имею надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают». Вот на этом мы, пожалуй, пока что и остановимся. Можете присаживаться. Сейчас мы попробуем разобрать эту историю поподробнее. Итак, Павел стал очень известен благодаря своим миссионерским путешествиям по всему известному тогда миру. К тому времени он успел совершить уже три таких путешествия. Он посетил Малую Азию, а также Европу, а именно Македонию и Грецию. В Иерусалиме люди в местной синагоге, которую Павел посетил, потому что был иудеем, очень разозлились на него, потому что он проповедовал о том, что Иисус — это Мессия, а также потому что он всюду основывал церкви, которые не подчинялись синагогам. Когда он, наконец, прибыл в Иерусалим, после своего третьего крупного путешествия, в котором он нес благую весть миру и пошел в храм, там его сразу же узнали. Эти люди знали его по его путешествиям по Малой Азии и Европе, то есть по его миссионерским путешествиям. И они стали говорить, «О, это тот парень, который несет раздор в этот мир». После этого они призвали на помощь других людей, набросились все вместе на Павла и хотели его убить. Эта попытка убийства была предотвращена только благодаря римским оккупационным властям, которые спасли Павла от разъяренной толпы и привели его в свою казарму. Иначе бы толпа в буквальном смысле его разорвала. Пока Павел находился в крепости Римлян, я уверен, он был очень невероятно встревожен, ведь там, в храме, он просто хотел восславить Бога. «Ночью ему явился Иисус и сказал ему, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». В тот момент Павел понял, в каком направлении ему двигаться, но как это должно было произойти? Он ощущал все это своим сердцем. Он не хотел останавливаться на Израиле. Он не хотел останавливаться на Малой Азии. Он не хотел останавливаться на Греции. Он хотел идти вперед. Слово Божие побуждало его идти дальше. Он хотел принести миру благую весть об Иисусе Христе. Он собирался дойти до самого Рима, и если получится, то прийти к императору. Но он не знал, как это сделать. Как же Павел мог дойти до Рима, если он находился под стражей? Он не знал, как это сделать, но Бог знал. Немецкая поэтесса Хедвик фон Редерн выразила эту истину в знаменитой песне на свои стихи. «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой. К чему страшится и тревожится, и день и ночь всегда томясь душой». И далее. «Ты знаешь путь, ты также знаешь время. Твой план давно уж для меня готов. И славлю я Господь тебя сердечно за милости, заботы и любовь». Павел понятия не имел, как ему попасть в Рим, но Бог уже прокладывал ему туда путь. Ему угрожали целых сорок человек. Об этом сказано еще в 23 главе. Они сговорились и поклялись ничего не есть и не пить, пока они не убьют Павла. Они хотели хитростью выманить его из казармы и попросить у Синедриона освободить его, а потом устроить на него засаду. И на этом история Павла могла бы закончиться. Но тут мы можем видеть вмешательство Бога. В Иерусалиме жила родная сестра Павла. Мы ничего не знали о его семье. И в этой истории внезапно всплыла его сестра. Она жила в Иерусалиме, и у нее был сын, скорее всего, подросткового возраста. То есть это был племянник Павла. Он узнал об этом заговоре с целью убийства и рассказал обо всем римлянам. То есть этот парень пошел к римлянам и сказал, «Здравствуйте, я должен вам кое о чем рассказать. Я оказался у открытой двери и кое-что подслушал». В результате они, то есть римляне, решили вывести Павла из этой опасной зоны. Они заключили, пока он здесь, в нашей казарме, недалеко от Храмовой горы, никто не знает, что может произойти. Лучше всего будет отвезти его к прокуратору Феликсу, римскому наместнику во всей Иудее. А он заседал в Кесарии в ста километрах от Иерусалима у побережья Средиземного моря. И тогда римляне решили, «Давайте приведем туда этого Павла, чтобы никто на него не нападал и не пытался убить. Там он будет в безопасности». И так все произошло. Для этой поездки римляне снарядили 500 воинов с копьями и на конях. Павел выехал ночью с многочисленной охраной в Кесарию к прокуратору Феликсу. Но он пожелал услышать не только точку зрения Павла, но и его обвинителей, а именно первосвященника Ананию с иерусалимскими старейшинами. Через пять дней они прибыли в Кесарию и привезли с собой судебного ритера по имени Тертул, который предъявил перед Феликсом все их обвинения. Слушаешь и просто поражаешься тем словам, которые говорил Феликсу этот Тертул относительно Павла. Давайте обратимся сейчас к деяниям и прочитаем их. Итак, вот что сказал этот адвокат. «Найдясь его человеком, язвою общество, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по Вселенной, и представителем назарийской ереси, да чего же жуткую чушь он нес?» Итак, «найдясь его человека, язвою общество...» Да, иногда меня посещают мыслью, что некоторые в современном мире тоже считают христиан, язвою общество, но это ни к чему не приведет. Они уже здесь. И они здесь и останутся. Но этот человек был исполнен ожесточенности и предъявил к Павлу ложное обвинение. Он обвинял апостола Павла в том, что он принес в Иерусалимский храм беспорядки, раздор и насилие. Но после этого ужасного обвинения Феликс дал возможность высказаться и Павлу. Он сказал ему, «Теперь твоя очередь, расскажи нам свою точку зрения». Удивительно, что Павел не сказал, «Раз этот человек видит во мне язву общества, то и я в нем вижу язву общества». О нет, Павел не стал произносить бранных слов, но дал понять, что не устраивал никаких раздоров и беспорядков в храме или в какой-либо синагоге. А заодно он уверил Феликса вот в чем. И не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. И вот что еще сказал Павел Феликсу. «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ереси, то есть по христианскому учению, которое они называют ереси, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках». Вот в чем признался Павел, веруя всему, написанному в законе и пророках. Вот что заявил апостол Павел перед своим судьей. «Как было бы хорошо, если бы церковные люди и сегодня говорили такие же речи». «Я верю всему написанному, всему, что написано в Библии этими словами». Павел хотел разъяснить прокуратору, «У меня нет никакого нового учения. Это старое учение наших отцов. Это учение надежды, которое очень нужно даже иудеям». А вот что сказано в Деяниях дальше. «Это будет воскресение мертвых, праведных и неправедных». Дорогие прихожане, здесь мы видим, что Павел на этом суде в первую очередь искал не личного оправдания, а проповедовал благую весть, как он всегда и делал. Это всегда было для него на первом месте. Это касалось Иисуса. Это касалось воскресения, вечной жизни и даже этого суда. Он засвидетельствовал для Павла. Христианская вера всегда опиралась и была связана с воскресением. Воскресением Иисуса и воскресением верующих. Оба этих воскресения для Павла были неразрывно связаны. В первом послании к Коринфянам он посвятил целую главу воскресению и объяснил в ней, что общего у воскресения Иисуса и воскресения верующих. А вот что он писал в первом послании к Коринфянам. «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес». То есть два этих воскресения зависят друг от друга. Итак, если Христос не воскрес, то нет и воскресения верующих, нет и воскресения мертвых. Но вот что писал Павел далее. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». А это означает, что если вы не верите в то, что Христос воскрес, и что мы, будучи его детьми, тоже воскреснем, то тогда ваша вера не истинна. Вера, которая не верит в воскресение Христа и воскресение верующих. Это не христианская вера. Павел сказал, «Если Христос не воскрес, то тогда наша вера – ничто, тогда наша вера бессмысленна». А вот что сказано в Первом Послании к Коринфянам. «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Какие замечательные слова. Христиане, которые не верят в воскресение, это самые несчастные люди. Они даже несчастнее, чем нехристиане. Но на этом Павел не остановился, он продолжил. И вот что он пишет дальше в Первом Послании к Коринфянам. Он буквально провозглашает, «Но Христос воскрес из мертвых первенец из умерших». «Каждый в своем порядке первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его». Именно этой истиной, дорогие мои друзья, именно этим самым главным посланием о Христе. И был исполнен Павел во время допроса перед Феликсом. Он не стеснялся. Он говорил все, как есть. То, что важно, и должно оставаться важным. Он был глубоко исполнен этой истиной, когда писал свое послание к Коринфянам. И вот что он им писал. «Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетленнее, и смертному сему облечься в бессмертие». Тогда сбудется слово «Написанное». Поглощена смерть победы. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Какую надежду нам дают эти слова? Итак, давайте сейчас представим себе эту картину. Давайте представим, как Павел стоял перед Феликсом, а рядом находились его обвинители. Он стоял там совсем один, закованный в кандалы, и должен был сам себя защищать. И о чем же он говорил? Он провозглашал воскресение Иисуса Христа. Правда, это здорово? Это просто замечательно. Это великое признание. И у нас тоже есть послание надежды, которое говорит нам, что мы должны думать о нашей смерти. Библия учит нас, что когда мы умираем, когда умирают христиане, то тогда их душа уходит к Иисусу, в Его величие. Это наше тело останется покинутым, словно заброшенное здание. Его поместят в землю, но вас там уже не будет. Однако послание об искуплении касается не только души человека, но и его тела. И Иисус, и Павел, и Авраам, и другие отцы, и Моисей, и пророки, все они говорили о воскресении. И здесь Павел снова говорит о воскресении. Нельзя упускать эти слова из виду. Это и есть великая надежда, которая есть у христиан. Кладбище — это не конечная станция. Это всего лишь станция, мимо которой мы проезжаем на нашем пути на небеса к Божьей славе. Аллилуйя. Да, вот такое вот послание. И этой истиной был исполнен сам Иисус. Кто-нибудь из вас скажет, да, Павел так говорил, но Иисус-то этому не учил, но нет, Иисус тоже этому учил. Однажды он сказал следующие знаменитые слова «Я Воскресение». Если вы верите в них, скажите громкое «Аминь». Аминь. Замечательно. Итак, Христос говорит нам «Я Есим Воскресение и Жизнь». Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И вот что еще он сказал «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день». А вот что еще говорил наш Господь, «Наступает время, в которое все находящиеся во гробах услышат голос Сына Божия и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Эти слова идентичны тем, которые Павел сказал Феликсу. Он сказал ему, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных. Причем праведные это не лучшие люди, а всего лишь одаренные грешники, которым Бог через веру дарует совершенную праведность Христа. Вот почему христиане праведны. Не потому, что они хорошие люди, они праведны, потому, что Бог незаслуженно лишь из своей милости одарил их в Иисусе Христе своей праведностью и праведностью Христа. Но тот, кто хочет апеллировать к своим добрым делам перед Богом, погибает. Но даже для таких людей есть свое воскресение. Это воскресение неправедных. Возможно, кто-то сейчас скажет, все это полный бред. Я не являюсь верующим, но послушайте, вы должны знать, что в Библии есть послание для вас. И вы тоже воскреснете. Хотите вы этого или нет. И вы тоже предстанете перед Богом? Каждый должен будет предстать перед Богом в день суда. Этого никому не избежать. Вы должны это ясно осознавать. Павел имел смелость говорить об этом перед Феликсом открыто и честно. Он не стыдился благой вести и призывал присутствующих веровать в Господа и Иисуса Христа, ибо только через Него одного мы можем спастись от Божьего гнева. Да поможет нам Бог принять эту истину. И так же, как и Павел страстно и с полной верой провозглашать истину. В основе послания, которое Павел прочитал перед Феликсом, лежало воскресение Христа, которое дает надежду верующим. Послушайте сейчас небольшое послание на эту тему от пастора Кристиана Вегерта, которое он записал в Израиле. Дорогие телезрители, Иисус Христос воскрес. Он покинул свою гробницу. Это нам сообщает Библия, и мы очень сильно в это верим. Когда Мария Магдалина и другая Мария пришли к гробнице Иисуса, чтобы умастить его тело, они обнаружили, что гробница пуста. Там был ангел, и он сказал им, «Я прекрасно знаю, кого вы ищете, но того, кого вы ищете, здесь нет. Он воскрес, он живой». Сейчас я нахожусь в месте, где предположительно и была гробница Иисуса. Я не знаю ее географических координат, но я точно знаю, что он жив. Он явил нам это, и прежде всего он явил это апостолам. Он доказал им, что он воскрес. Он явился своим ученикам, когда они шли в Эмаус, и тогда они убедились в том, что он жив. Но он явился не только своим ученикам. Позднее апостол Павел писал в послании к Коринфянам, что Иисус еще не раз являлся людям. Он явился Киефе, потом он явился двенадцать, а затем он явился более, нежели пятистам братьев в одно время, и они поняли, что он воскрес. То есть у нас есть много свидетелей того, что Иисус жив, и это дает нам надежду и уверенность, которая должна быть у нас, христиан, а именно уверенность в том, что Христос победил смерть. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. На сегодня это все. До свидания. Редактор субтитров